Доброе утро! Опять солнышко в Лос-Анджелесе. Кого это удивляет? Здесь всегда солнышко, всегда красиво. Это плюс в Лос-Анджелесе, то, что здесь всегда солнышко. Только интересный факт про Лос-Анджелес, это то, что здесь погода меняется очень быстро. Например, утром было 10 градусов, сейчас 28. И она опять, когда солнце сядет, опять погода пойдет обратно к 10 градусов. Вот так она быстро-быстро падает. Просто это очень сложно одеваться для такой погоды, но все-таки хорошо с машиной, потому что, если что, отопление, кондиционер, все можно включить. Сейчас время 12 часов и нет, еще 12 нету. Короче, 11 что-то. Я опять проснулась в 7 утра. Я не могу, я уже не буду заставлять себя засыпать по времени Калифорнии. Сегодня я еду в гости Эвелина. Эвелина Берри. У нее есть свой YouTube-канал. Я обожаю ее видео. Вы встретите ее, я думаю, что многие из вас уже знают. Хотели снять какое-то видео вместе, и она живет не в Лос-Анджелесе, но где-то вокруг Лос-Анджелеса. И я сама волонтерскими словами, или я не знаю, я хотела к ней приехать, потому что я хочу видеть окружающие города Лос-Анджелеса, не только Лос-Анджелес, где я и так нахожусь день и ночь. Так что я к ней поеду. Я думаю, что, я не знаю, мы снимем видео у нее в гости, и потом я хочу, чтобы она мне показала что-то в ее городе, чтобы она мне, не знаю, как тургит, показала мне какое-то интересненькое место. И да, сегодня мне надо поехать в Whole Foods вечером, потому что мне надо купить ягоды или что-то. Не буду больше болтать, увидимся, когда я поеду к Эвелине. У меня GPS мой в машине довез меня хер знает куда, так что я пешком хожу и пробую найти ее дом. Я не знаю, как он выглядит, я просто знаю номер дома. Январь месяц. Январь месяц. Эвелина здесь, мы у нее дома. Посмотрите на эту кошечку. Я не могу просто. Его зовут Мишка. Мишка. Это и есть Мишка. Камера приготовлена, и мы будем сейчас снимать видео. Вот так вот, мы будем снимать в Fashion Cafe. Окей, мы сняли видео уже у Эвелиной канал. Так что сейчас мы немножко поедем ближе к пляжу, и мы снимем друг друга наряды на камере. И да, будет очень красиво. Мы едем около Ньюпорт бич. Так что мы приехали в Ньюпорт, и здесь обалденно красиво. Это типа называется бич район, пляжные такие домики. Вот все живут на береге, все круто, все круто. Кренж. Мы сейчас делаем всякие фотографии. Эвелина знает, что она делает. Ее тоже фотографии нужны для блога. Так что вот такие типа люди знают, как фотографировать. Или фотографы. Окей, я Эвелину бросила домой. Я думаю, мы, может быть, еще встретимся в субботу. Если меня разрешат, я могу пойти на какой-то ивент, событие с ней. Я сейчас еду в Whole Foods, потому что сейчас час пик. И мне домой ни в коем случае нельзя сейчас ехать целый час. Потому что я буду в трафике, я думаю, 4 часа сидеть. Так что я пойду в Whole Foods, там посижу, там, может быть, пообеду, поужинаю. И поеду домой около 8, чтобы столько много трафика не было. Так что да, сейчас наберу адрес и поеду кушать. Меня почему-то GPS-карта довезла меня до такого-то странного места. Здесь Whole Foods нету, короче. Но здесь есть другой продуктовый магазин Sprouts. И про Sprouts я тоже слышала много, так что я тогда зайду и посмотрю. Очень маленький магазинчик, я не знаю. Я хочу в Whole Foods. И, ребята, то видео, которое я записала с Авалиной, мы снимали это на ее камере, но только с моей мэмри-карточкой. Спробую перенести все вот эти видео, фотографии на мой компьютер. И мой компьютер, короче, видео не записалось как-то на моей камере. И я настолько устаю по ночам, потому что для меня уже, не знаю, 2 часа утра, в принципе. А здесь только 11 ночи или 10 сейчас, или 9, я не знаю точно. Но, короче, я уже умираю, хочу спать. Завтра я увижусь с мальчиком, с которым я общалась очень долгое время. Он меня смотрел на моем YouTube-канале очень давно, он стал со мной писать, там, не знаю, комментарии мне всегда писал. Я стала следовать за ним на Twitter, и он сам делает теперь видео. И, короче, мы просто очень часто общаемся на, не знаю, на месседжи. И, короче, увидимся завтра. И, да, посмотрим, что завтра получится, что буду делать. Увидимся завтра. Пока. Ребята, доброе утро. Сегодня один из моих последних дней в Лос-Анджелесе. Сейчас я сниму свитер, потому что очень жарко. Но сейчас я еду в Whole Foods, потому что я не могла туда вчера доехать. Так что я сегодня утром хочу туда доехать, потому что я хочу себе купить вот это мороженое опять, сделанное из орехов, кощу орехов. И потому что у меня здесь только пару дней, и я хочу его съесть, пока я здесь. И я хочу не за день его съесть, так что надо пару дней. Короче, да, вы понимаете. Мороженое это серьезное дело. Короче, мы, наверное, поедем на Венес-Бич. В Венес-Бич я там никогда не была. Говорят, что это немножко страшноватый район, но он такой весь хипстер, классные каналы, все такие, как Венеси. Вениция, Вениция, как говорится в Италии. Не знаю. И еду в Whole Foods. Whole Foods. The Foods, that is Whole. Блин, опять меня GPS довез, хер знает куда. Я вышла и спросила человека на дороге, вы знаете, где Whole Foods? Так что вот, он мне сказал ехать прямо. И я, что это? Такие моменты, это просто мечта для меня. Сидеть на улице возле Whole Foods, иметь кучу вкусных продуктов. Вкусных и полезных продуктов перед тобой. Я в мешочке, это kale chips, я их возьму с собой в Торонто, потому что у нас такого вкуса нет. Вот тут обалденное мороженое. Опять, конечно. И что здесь еще? Конечно, не знаю, всякие шмотки я купила здесь для завтрака. Вот этот фрукт, я вам показывала летом, он у нас есть. Называется черемоя. Он безумно вкусный. И я хочу его съесть скоро. Это органик, нет? Нет, окей, whatever. Ну, короче, он вырос, это самое, в USA, в Америке. Обалденный тропический фрукт. Лубника там. Ха-ха-ха. Вот я сижу здесь, никого нету. Интернет есть. Но вот пальмы, там видно даже горы подальше. И солнышко печет, так тепло, классно. There you go, я с Марио, и мы едем сейчас на Венес Бич. Венес Бич, я уже вам рассказывала, это такой странный, страшный район в Калифорнии. Я его так описываю. Короче, вы увидите, он весь такой интересненький. И, да, сейчас 30 километров надо будет ехать на машинке. И мы будем там скоро, наверное. И да, будет день интересный. После этого мы, наверное, поедем в такой молл-центр, который называется The Grove. И там магазины всякие, топ-шоп. Он хочет в топ-шоп очень сильно поехать. Так что, пойдем в топ-шоп. А куда ехать мне, я не знаю, сюда. Окей. Так что вот, не задавить бы кого-то. Да, солнечный день, как обычно. Пока. Всем привет. Всем привет. Всем привет. О, вы знаете это из моих видео, да? Да. Вот это вот называется Венес Бич. Вот здесь куча, не знаю, хиппи мест. Всякие камни продаются. Здесь пахнет маруаной везде, ребята. Она, наверное, продается от каждого. Что за херня? Вот этот бизнес называется Medical Marijuana Evaluation. Они смогут оценовать, если ты можешь получить бесплатную маруану. Или не бесплатную, но так легально. Я просто не могу. Спасибо. Вот так вот. Если хотите маруану, езжайте. Говорю, очень хочу пить воду сейчас. И уже солнышко заходит, и всего лишь два часа, я думаю, дня. И у меня вот здесь морщины стали, потому что я шурюсь. Шурюсь, потому что солнышко такое сильно яркое. Знаете, такой странный район, он типа весь такой хиппи, но куча таких, не знаю, наркоманов всяких тут тоже есть. И бомжов. Ну, такие бомжи, они дружнолюбные, они не страшные такие. Я не знаю, как вам это. Вот типа вот такое. Как вам видно? Типа Будда район здесь всякий. Сейчас я хочу на канал и пить, пожалуй. Всегда, когда я хочу пить, я хочу писать одновременно. Доктора есть на ютубе? Объясните мне, пожалуйста, почему так бывает? Вот это называется канал. Как вы видите, мы взяли велосипед. Короче, я не знаю, как это все было построено, но вот какие-то каналы, как в Венеции. Есть даже маленькие кораблики, такие корабли есть маленькие. Да, очень красиво, конечно, здесь тоже. I always killed myself recording. Субтитры сделал DimaTorzok Найдем ресторан, который называется Cafe Gratitude. Это веганский ресторан. И да, я не знаю, я особо не холодная, потому что я ем много на завтрак.